Шапка, перчатки, тёплая куртка и рюкзак за спиной. Вещи берут только самые необходимые. Командиры отрядов проверяют готовность юноши перед марш-броском. Им предстоит преодолеть 6 километров расстояние от 4-й школы до лесной сказки. По прибытию ребят ждут испытания. Результатом станет свидетельство о прохождении учебных сборов. Зависит от того, какую судьбу человек для себя избирает. Кому-то, может быть, оно и не пригодится, просто как зачёт. А кому-то, кто свяжет свою жизнь со служением Отечеству, это, наверное, сыграет положительную роль. Учебные сборы в Искитиме – событие ежегодное. Школьники участвуют в них с интересом. Юноши делятся, что это проверка себя на прочность. И выдержать её – значит стать настоящим мужчиной. Настроение боевое. Ожидание, надеюсь, будет круто. А молодым людям в возрасте от 18 до 27 лет в ближайшее время предстоит посетить военкомат. С 1 апреля стартовала весенняя призывная кампания. Подготовка к ней прошла в штатном режиме. Кардинальных изменений в самом призыве тоже нет. По состоянию на 3 апреля 2023 года всё осталось в полном объёме, как было. Да, я точно так же вместе с вами смотрю средства массовой информации, точно так же читаю газеты, смотрю телевидение. Да, мы знаем, что планируется, но на сегодняшний день мы занимаемся абсолютно в прежнем режиме. Также военный комиссар отметил, что мобилизации в данный момент нет. Военкомат предлагает мужчинам службу по контракту. Но это добровольное желание каждого.